Всех приветствую на канале Бажениты, Омская область. С вами я, ведущий Влад. Сегодня с утреца пошел забирать трактор. Короче, трактор у меня, погрузчик, который с куном, работает сам по себе в автоматическом режиме. Как это так? Ну, елки, я же не один живу. Людям нужно помогать. Они помогают мне, я помогаю им. Короче, сеется корифан мой, чтобы погрузить зерно, берет у меня трактор. Получается, трактор у меня работает в автоматическом режиме. Вот третий или четвертый день я уже его не вижу. И вот надо сходить, посмотреть, что там делается. Самому сейчас нужно по дому поработать с трактором. Сейчас пойду гляну. Склад находится километра, наверное, два от села. Сразу пошел, ой, собаку пошел выгулить. Довольная, довольная пошла походить. От меня не отходит ни на шаг. Давно уже можно было продать, но как-то только начинается разговор про цепь. Все сразу же. Разговоры о продаже я прекращаю. Такая собака должна держаться либо в вольере, либо у нее должна быть большая территория, по которой бы она двигалась. На рынок ездил, тоже такие же разговоры. Посадить на цепь. Для меня это вариант неприемлемый. Посадить на цепь. Я и дома ее могу тоже держать на цепи. То есть и навали. Сейчас до склада дойду. Покажу, что там делается. Сам посмотрю. Техника работает, не стоит на месте. Короче, трактор уже едет назад. Сам по себе. Трясет. Едет трактор назад. Собака обстанет. Как так и должно быть? Привыкла уже кататься. Ладно, что будет сегодня еще интересного. Покажу, чем заниматься. Благира, все, приехали, вылазь. Жарко? Ну что сделаешь? Не разлиняй давай. Ладно, давай вылазь потихонечку. Вылазь. Всем добрый вечер. Продолжаю эпопию с трактором. Все косно. А кто занимается посевом, они всю ночь будут работать. Назавтра или на ночь, в ночь обещают. Так что мой трактор опять поехал в работу. Днем у меня работал. Я сейчас обратно отдам его человеку. Пусть грузит, толкает. Главное, чтобы посеялся. Чтобы он сегодня потом рассчитался со мной. Собака со мной сидит. Сразу походит, прогуляется. Хотел снять их, более кто работает. Но в таких местах сеется, чтобы проехать туда невозможно. В лесах на легковую машину не проехать. Только на тракторе. Ладно, кому было интересно, пишите. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока. Алло. Ну что, я трактор расставил и пошел коров доить. Ну ты это, завести сможешь, да? Ну все, ладно, я пошел коров дай. Заткну в складе и оставишь. Ну. Ага. Кто там кавкает? Что за сторож? Пошли, Бакер. Что там, кто за сторож? Догоняй, догоняй, смотри, потеряешься. Это не потеряется, она сама боится всего. Пошли, пошли. О, сторож сидит. Вот, молодец, молодец. Хорошо, хорошо сторожишь. Хорошо сторожишь. Взяли бы собаку, кто-то привез, бросил. И вот прибила здесь живет в складе. Все, Бакера, пошли домой коров доить, пошли. Пес от меня не отстает. У собаки бурный рост. Зубы поменялись. Сейчас костная ткань набирает. Боится остаться одна. Загоняется. Пошли, пошли, пошли. Пошли домой, идем, пошли. Смотри, потеряешься. Потеряешься. Нет, я тебя не брошу, не брошу. Пошли, пошли, пошли домой, пошли. Тяжело, тяжело. Шерсть она длинношерстная. И тяжело. Боится, да. Любопытство берет свое. Разные запахи. То птички, то ежики. Тяжело. Тяжело. Пошли, пошли домой, пошли. Идешь? Сейчас по деревне будем идти, пристегну тебя. Так тебе нельзя бросать.